Привитос Амигос, продолжается Дарк Соус 3 и мы играем. Внимание! Да, мы играем моим размалеванным бомжом, который я создал на стриме. Многие неправильно поняли, почему это я внезапно схватил рыцаря и пошел быстренько раздал двум боссам и всем, кого встретил по дороге. Ну, это я утрировал свою пиздацать, конечно же. Просто я показал разницу в сложности геймплея между нищим и рыцарем. Рыцарь это халява, а нищий это пипец. Но разница между... Между тем, все-таки разница между рыцарем и нищим составляет примерно полчаса доблестного фарма. Я нашел торговку эту в Храме Огня, купил у него кольчугу. А тут еще после покупки кольчуги, естественно, лут посыпался со всех щелей. Я одет в кольчугу мародера нынче. К сожалению, уже неделю нет со мной моего микрофона. Рейзер, гребаный, мать его, таджики делали Рейзер. Мать его, как я там сказал, короче, Сайрон. Вот, неделю назад я его сдал по гарантии. И не будет его еще 35 дней. И теперь мало того, что звук говно, от которого давно отвык, так еще и глаз. Ничего по утрам не радует, потому что Рейзер это не только классный, по сути, микрофон, да. Кто бы что о Рейзере не говорил. Качество его меня устраивало. Мне не устраивает то, что он, сука, сломался. Плюс ночью это был неплохой ночник. Он светил на меня зеленым светом из тьмы. Это было круто. Также, что еще важно. В этой игре, в Dark Souls, да, в них обучение, как и сюжет, практически, ну... Подается в очень-очень странной манере. Можно сказать, что обучения практически нет. Оказывается, что здесь придумали новую штуку с пушками. Смотрите, что можно сделать с дубиной. Херак. И вот эту функцию иди, пойди, да найди. Попробуй. Ай, блядь. Чувак. Он нарывается на комбо. Смотрите, какой комбо. Ай. Сейчас, 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 сейчас. Чувака с копьем, знаете... А, все, она кончилась. Это отнимает ману, конечно. По правде сказать, я не знаю, на кого вообще можно юзнуть это комбо. Потому что оно... Он машет... Это да, дубиной. Но... Навстречу пропускает и... И удар ногой куда-то пропал. А, вот он. Я считаю, что сбитие щита должно быть приравнено к бэкстабу. Вот посмотрите, насколько сильны эти первые рыцари. Как их в одних трусах-то убивать, если... Даже в броне я с ними хер справишься. Вот в этой части реально нищий по сравнению с Dark Souls 2. Он просто неподъемен. Пиздец. Я просто ничего не могу с ним сделать. Могу он бомбами попробовать закидать нахуй. И то, блядь. И то он не хочет. На, сука. Четыре хилки ушло. Четыре хилки ушло на бой с одним вонючим рыцарем. Это пипец. Это просто невозможно с ним драться, когда он закрыт щитом и копьем. А дубина... Дубина умеет делать вот что. Когда она заряжена... Можно нажать... Как там это делось? А, ну просто. Это сильный удар. Вот, сильный удар нажимаешь и... Главный герой, как пещерная горилла, начинает вот так вот месить. Это все нажатие одной кнопочки. Но, сами понимаете, что это возможно... Эту атаку возможно провести только по какому-нибудь боссу, который провалил свою атаку или что-то начал заряжать. По вот такому типочку с щитом и копьем это делать бесполезно, потому что он просто щит подставит и все. И вы огребете тут же, моментально. А, я убил этого босса. Этим бомжом, да. Я на стриме убил его рыцарем. Ну, босс говно, он на самом деле простенький. Он просто иногда случайно задевает. И вот, когда он случайно задевает бомжа в одних трусах, бомж... Бомж отъезжает тут же. Я считаю, что на бедренную повязку надо апать. Надо апать на бедренную повязку и дубину. Ну, в общем, сцену с полетом на гарпиях мы видели. Если этих уродов вообще можно... Уродиц назвать гарпиями вообще, если можно. Мы ее видели на стримах. В общем-то, я здесь еще немножко на стриме тогда побегал. И, в общем-то, на этом стрим и закончился. Я не говорю, что игра плохая. Когда я говорю, что игра плохая, чаще всего меня бомбит. Единственная игра, про которую... Нет, многие игры действительно говно. Такие, как Бэтмен. Такие, как, естественно, Бладборн. Ужасное говно. Многие теперь недолюбливают ДС-ку, только потому, что она Бладборн похожа. Вот так вот. Вот и думайте, какой рейтинг у Бладборна. Да никакой. Так, еще я нашел где-то... А, ну это еще на стриме нашел, по-моему, этот Люцернхаммер. По сравнению, конечно, с топором-охотникой, с Бладика Люцернхаммер это вообще ничто. Дамага нет, машет долго. Типа собакам и хер попадешь, наверное. Плюс я до сих пор пытаюсь на ЛТ делать сильный удар, как в Бладике, да? Вот этот горизонтальный взмах Алибарды делался в Бладборне именно так. Но у этой пушки есть преимущество. Она длинная, чувак. Он закрыл дырявые ворота у меня перед носом. Типа, главное, странные ворота, механизм подъема есть и с той стороны, и с этой. Нахрен тогда их вообще закрывать? Это все равно, что если бы у вас дверь входная в квартиру с двух сторон открывалась, защёлкая они, блядь, ключом. Вот, сука, собаки сраные, а? Друзья человека, блин. Бам, багром по башке. Сука. Ну, сука, ну вытянет и руку. Обратите внимание, что это пушка, которую главный герой размахивает. Похоже на тупо молоток, на, ну такой молоточек на длинные ручки. Но на самом деле вот это сверху утолщение, оно, видимо, здесь строго для тяжести. Хотя удар наносится именно, что, либо тычком, вот этим копьём, либо, либо как типа клевец стайл, наверное. Я небольшой эксперт древнего оружия, хотя в музее был, в руках держал, но как что работает, откровенно говоря, мало понял. Кстати, ведь даже среднего размера меч, на самом деле, неожиданно оказался дьявольски тяжёл. Что лишний раз доказывает, что люди древности были невероятно сильны по сравнению с нынешними обитателями нашей замечательной планеты. Так, ну какой из них жив-то? Вот этот, который в палку вцепился. На стриме я его быстренько рыцарем убил, потому что он, ну, просит смерти. Я думаю, ну ладно, чё, пацану надо помочь. Может, он после смерти телепортировался в Храм Огня, как вы считаете? Чемпион пепла, бля. Звучит, как король говна и пара, чувак. Повелитель штукатурки, блядь. Йоэль из Ландора, пилигрим, что нетрудно заметить, вот только... Неизвестно, почему я не умер, хотя это было предречено. Всё давно предречено. Пилигримы... Пилигримы пришли все в одинаковом. Не пережили этого и покончили с собой. Как я отношусь к мысли взять себя в служение? Знаешь, чувак, царь Леонид одного такого горбатого взял. Очень херово дело кончилось. Ну понятно. Горбатый слуга для чемпиона честь. Маленький. И у старца фуры есть. Ха! Присягаете на верность. Ну, целуй мой люцернхаммер тогда. Нет? Какой странный ритуал. Присягание на верность. Чё тут столько птичек летает прям вообще. Как будто там дальше где-то... Что-то типа кладбище, наверное. Решил я счётчик FPS себе включить. Да, посмотреть сколько... Сколько игра выдаёт в момент записи. Потому что здесь очень-очень чувствительность у стиков высокая. То есть камера очень быстро вертится. По-моему, раньше так не было. Ну, в момент записи, в общем-то, 48-45 FPS я вижу. Что как бы намекает, что пора эту печальную видеокарту, блин, на что-то менять. Недолг век оказался 970 карты. Так, это тот чувак, который передо мной двери закрывал, да? Ага, здесь костёр, вот. Вот это интересно. То, что оно в крови, это... А, это совпало. Я думаю, просто может это злого духа призвать, с которым ПВП начнётся. Теперь снова надо постоянно приседать к костру, в отличие от Бладборна. Потому что таким образом спаунятся хилки. Прикольно. А мне что, душ не дают за то, что они там дохнут? Странно, смотрите, сколько помощников тут готово призваться на помощь. Прям вообще. Сплошные, сплошные самаритяне играют. Тихо, тихо, грабельки-то. Опа, 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 опа. Опа, парирование. А вот после парирования, что в этой части надо делать? За спину заходить, что ли? Шляпа рабочего. Шляпа рабочего, я так понимаю, это реально шляпа. О, а это что такое, смотрите, фиолетовое. Тут что, ещё разноцветные призывы? Нет, они просто все фиолетовые стоят. А, нет. Один белый в рванине какой-то и два фиолетовых. Даже не знаю, игрок это... Ну, с катаной. С катаной и в трусах это может быть только игрок, я думаю. Ха-ха. В рванине. Многие считают, что в Dark Souls главное катану надыбать, а там игра пройдётся уже. Блин, да. У меня ещё просто в голове немножко Бладборновское управление. И это меня круто подводит, хочу сказать. Ну и чего? Как лут-то забрать? Малый кожаный щит, вау. Ну, у кожаного щита защиты, по-моему, никогда и не было особо. И он для парирования нужен, нет? И здесь призыв. Ну, я, кажется, понимаю, почему здесь призыв, потому что после того, как тебя призывают, тебе восполняют хилки на халяву. Говно мелкое, а. Лучше бы здесь, конечно, силовые атаки, как в Бладборне, сделали, чем за возможность заряжать оружие. Так, это просто клетка. А зарядка оружия, даже не знаю, прокачивается она или нет. Чем он её заряжает, магией или просто. Ну, это уже выглядит, знаете, как первый шаг Дарк Соуса к перкам. Что в будущем, видимо, ещё и перки у персонажа появятся всякие. Сначала примитивные, типа пушки заряжать или щит там зачаровывать. Потом нормальные. Будут не только у мага. У всех. Так, вот тут я в прошлый раз не понял, есть ли смысл вообще убивать эту овцу? Или её лучше просто обойти? Смотрите, вот, блин, вот эту толпу, реально. Её раскидать можно. Непонятно стоит. Лута ты с них не дождёшься. Ну, давайте умрём смертью храбрых, хер ли там. Прорядим, так сказать, ряды её паствы. Вон она шляпу одела. Вообще она имеет телосложение. Недавно умершей Натальи Крачковской. И что самое дерьмовое? Она стреляет, сука, с самонаводящейся магией. По-моему, с самонаводящейся магией имеют право стрелять только боссы, блин. Ну пиздец, ну как не достал ты? Заебал, блядь, рахитозный, сука. А теперь, блядь, выносливость кончилась. Ёбаный насрать. Да, я вам скажу, что, блядь, люцернхаммер это оружие бога просто. Просто ствол века. Нахуй такое говно, не хочу с ним. Не хочу вот видеть в своих руках это мерзкое говнище. У меня вообще нормальной пушки нету. Рапира, блядь, ну тыкать рапирой вообще не самое лучшее занятие. Где моя рапира? Да. Эту атаку запомнят надолго. Не, рапира есть. Вот она. Непонятно, почему мне пришлось до этого слот менять дважды. Чтобы она появилась. И еще хилка ушла. Хорошо, если я смогу зачистить в этот заход эту поляну и всю ее залутать. Потому что... Под носом умер. Да ладно, завязывай. Ты че, блядь? Бережно как уложила, да? Хуя себе у него заклинания. Такой палицей даже... Такой магией Альбус Дамблдор не владел. Да и палочек у него такой никогда не было. Пиздец. Довольно странно, надо сказать, сделана эта игра. Здесь от настроек графики FPS вообще ни горячо, ни холодно не падает. Ни кость Лоретты. Кость Лоретты это лут с трупа, который можно было снять с балкона. А я просто за кадром сюда как-то возвращался. И что она умеет? Старая бесстыщенная человеческая кость, в которой проделано несколько дыр. В поселении нежити нашли мертвую женщину, которая сжимала в руке эту кость. Ее звали Лоретта. И че с ней делать? Ни хуя не понял, при чем тут. Почему это попало в хроники этого поселения? Блядь, какой он криворукий. Самый криворукий бросатель, блядь, ножей. В мире. У них там бочка какая-то, если я туда брошу гранату, он и не взорвется, интересно? Взорвется. Ну что ж, это объясняет, объясняет, как надо убивать эту жирную сволочь. Ее надо, по-видимому, заманить на бочке. Не знаю, пойдет ли она за мной. Думаю, что, наверное, нет. А даже если да, тут целенаправленно... Ее везти куда-то... Вот, 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 смотри, че делает. На нахуй. Видите? Блядь. У меня вместо хилок еще и бомбы. Душа путешественника. Где она? Смех у нее вообще... Блядь, мудак ебаный. Смех у нее вообще, конечно, царский. Огненная бомба. Здесь как специально ее положили. Умри нахуй. О! Не срослось. У нас, дорогая. На нахуй. Да. Эффект не то, чтобы... Супер. Пиздец. Не буду к ней подходить. Заспамлю ее ножичками. Хоу-хоу-хоу. Санта с вами. О, блядь. Справился. Взрывающиеся бочки, конечно, хорошо. Но че-то она... Хрен угадаешь с расстоянием. Так, вроде, когда бочки кучей навалены, думаешь, сейчас они как рванут. А там ни хрена. О! Осколок эстуса. Осколок эстуса. Это лучшее, наверное, что можно было сейчас... О, смотри, какая... Какая поза. Люблю, знаете, вот такую мешковину. У-у-у-у. Ха. Пока никто не видит. Друзьям расскажу, что модель была, как обычно. Ха-ха-ха. Уголь. Уголь, это такая тема, она работает до вашей смерти, повышает количество ваших жизней. Это я поясняю для тех, кто сам-то не играет и не будет. Хотя многие поставили Dark Souls, пробуют там свои силы, играют они в него впервые. Спрашивают, как там сложность переключать, наивные ребята. Не знаю, не поняли, сами не поняли, куда попали. Еще не поняли, что их ждет настоящий ад. Так, тупик, что ли? Че, серьезно? Мне нравится количество трупов в этих мешках, которые тут навалили. От души, прям от души. Так, ну в этом доме я был, по-моему. Ох ты, блядь! Забыл же про это говно. О, нифига, удар с разбега. Ласточкой, ласточкой, смотрите. Хи! Ха-ха-ха. Придурок. Так, и я снова забыл, что можно заряжать оружие же. А здесь он, смотри, что делает. Он не заряжает эту пушку. Че это такое? Ох ты, нихера себе. Это новые удары. И они отнимают... В пизду новые удары. Надо проверенный классикой пользоваться. Кстати, смотрите, что Эстус убывает на картинке, когда я его бью. Не какая-то там цифра, а как будто он глотки делает из фляги. Пидоры. Сука, две мерзкие твари. Не, ну, конечно, альтернативная атака, когда у вас щит убран, это хорошо. Но только если вы играете, наверное, уворотчиком каким-нибудь. На ловкость заточенным. Ага. Он в таргет берет клетку и как бы палит всю засаду. Да, очень весело с тобой драться, чувак. Ну, а вот удар, удар, блядь. Из стойки резко обосрался, налетев на встречную атаку. Это полная жопа. Не пишут почему-то в цифрах. А, через раз пишут, сколько дают душ. За убийство очередной херани. Но сейчас, я думаю, мне надо вернуться к Кастрю, потому что у меня нету хилок, зато есть 3800 душ, на которые я могу, блин, три левела вкачать. Плюс там в храме у меня появилась теперь новая бабка, может она что-то новое продает. Вернее, он не бабка, он на самом деле-то мужик. Блядь, вон она очнулась. А это целых три удара прожила. Кстати, вот эти ящики, они почему-то выделяются здесь на фоне всего. Кухня там какая-то, смотрите-ка. Ага. Ага. С этой стороны не открыть. А внутри там что-то есть. Еще бы лучше фонарь здесь был какой-нибудь. Что, никто не нападает? Странно. Войны солнца. А, ну это Ковенанта кусочек. Это даже не щит, как показалось. Выпить эстуса из кастрюльки? Я похилялся. А нельзя было наполнить флягу здесь? Если бы в этой игре сделали такие места, где можно наполнять флягу во время прохождения, ну это был бы огонь. Это была бы вообще тема. Прикиньте. Костра нету, но вот здесь ты можешь флягу наполнить. Хотя бы на несколько глотков, пусть не полностью. Но это, во-первых, упростило бы прохождение некоторых мест, где ты проходишь только за счет размена ударов. Да, ну все знают, что такие локации всегда были в Дарк Соусах. Во второй части, правда, костров понатыкали на каждом шагу, а в первом вот нет. Сделать костры пореже, но ввести вот такие места как бы. Так, блин, до костра, конечно, здесь идти. Но я не буду, естественно, во второй раз драться со всей этой толпой. Я их просто прорашу. Прорашу эту парашу. Что это зеленым в потолок светит здесь? Почему потолок? Мне кажется, подсвечен. Да, где здесь, кстати, смотрите, кто на стриме не был. Видно вон того лучника на башне. Я подозреваю, что это Гох из первой части, который Коломита подстрелил. И в зависимости от того, слепой он здесь или нет, зависит от того, приквел это или сиквел в первой части. Сушильный шест. Потрясающая, необычайно длинная катана. Катану назвали сушильный шест. Капец. Так, ну, что у этой бабки? Что-нибудь нового появилось? Появилось ли у тебя что-нибудь? Ключ она опять продает за 20 тысяч. От верхней башни позади храма. Это здесь где-то позади храма. Но ключ за 20 тысяч. Это бабуся, извини. Ты охренела немножко. Так, а... А старый, наверное, горбатый в тупике, наверное, нет? Пора в этой... Ты чё, меня видишь? Пора в этой игре, знаете, радар, блядь, как в GTA V вводить. Я просто нихрена не вижу. Где, кто здесь? Вот где эта старая... Старая тортила, она где встала-то? А, вон она. У неё шторчут, должно быть. Как устроилась мамаша. Как мебель. Не знаю, что несёт этот псих. Можно было его убить. Я думаю, что он ничего такого. Вытянуть истинную силу? Чё-то такое. А, он тоже левел поменяет, повышает, что ли? А, три халявных левела. Дожди, а что он отнимает-то? Просто так. Ха. Нет, один. Один халявный левел. Хрена узнает, за счёт чего я сейчас прокачался. Вообще не понимаю. Купить предмет. Ну, это магия какая-то. Это торговец магии, поэтому... Мне он... Мне он нахрен был не нужен. Я на стриме его рыцарем убил и правильно сделал. Хотя, халявный целый левел. Вау. Под конец игры, конечно, когда левел будет уже 3850-й, это не будет иметь значения, но в начале. А это не торговец? Чё он делает? Уже сдаёшься. Ну, в первой части тоже такой же сидел с мечом у костра. Я его убивал, помню. С него что-то падало. Человечность, что ли? Так, я думаю, что надо стойкость повышать. Потому что... Оу! На один левел только. Зашибись. Стойкость что-то у меня быстро заканчивается. Заткнись ты. Немножко не очень привычный интерфейс они тут сделали. Да. Тщедушные душонки какие-то насобирал. Нет бы заранее писали, сколько тебе дадут за эти души. Потому что наугад приходится либо по одной юзать. Давай, 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 давай. Хорош. Физическую мощь, переносимый вес. Блядь, на единичку. Просто пиздец. Это надо 10 левелов, наверное, чтобы я смог таскать свое снаряжение и делать нормальный кувырок. Ученость. Копченость нах. Херня ваша ученость. Здоровье, смотрите, насколько повышается на 44 единицы. Пипец. Тут, наверное, такая полосень здоровья под конец игры, безумная. Да, ну, зеленая полоса тоже, смотрите, намного выросла. Нравится. Пока бежал сюда, выбил себе имба-пушку. Называется топор... Блядь, называется... Кривые пальцы, сука, не жмутку. Да-да, называется топор-раба. 104 плюс 15. Но, кстати, махать... Махать этим маленьким топориком главный герой мог бы и побыстрее. Очень-очень долго... Долгие замахи у него. Как будто это большая секира, а не маленький топорик уханный. Все время забывая, что когда главный герой подбирает лут, он, блядь, останавливается, как последний мудак. Естественно, они оказались... Оказались с разных сторон, блядь, в этой комнате. Кнут. Кнут, это тоже оружие. Только, блядь, 14 ловкости, вынь да положь, чтобы им драться. Довольно эффективен против врагов с открытой кожей. Местные рабы все голожопые, как я понимаю. Кроме самой главной тёлки, которая, блин, всё-таки одета в какой-то бронелифчик. Иди отсюда, нахуй, со своей киянкой, блядь. Осколок титанита, да. Я помню, существует во втором Дарк Соулсе способ убить Вендрика, который в одних трусах ходит с помощью кнута, чуть ли не одним ударом, ваншотным там, надев билд колец, который увеличивает дамаг. Чем меньше у вас жизней, тем сильнее вы её втащите, что-то типа того. Не знаю, зачем я к ней лезу, с таким количеством здоровья. Взрывать у неё тут нечего. Это отстой. Может, здесь где-нибудь есть костёр. Если бы тут было хоть что-нибудь, я был бы так счастлив. Я слышу, что здесь жук где-то переливается. Из которого заточки падают. Слышен этот серебряный звук. Вон костёр, вот он. Нихуя у тебя! Блядь, по крутой черепашке. Скоростные качества. Да. Да, мой костёр. Окей. Ну, там должно быть закрыто. Там обязано быть закрыто. Да. Я так и думал, что это очередная срезка. Хорошо. Давайте пойдём вернёмся к этой... К Монсеррат. У неё там какой-то лют... А, лут какой-то за ней был. Надо его забрать. Вдруг там... Мазёвое оружие. Скорее всего, конечно, я огребу с этим топором, блин. Какое-то, ну, очень... Очень-очень сомнительное оружие. У него... У него, блядь, есть функция под... Подлететь. Ну, хуйки. Лошадь. О! Так даже лучше. Спасибо. Осколок титанита охраняла она. Ну, не самый нужный лут. Да. У меня даже оружия ещё нет того, которое бы я хотел... Заточить. Где она ходит-то? Не вижу. Вон она. Отличный удар в падении с последующим огребанием на 160. Вот чьи-то, блядь, с саной кувалды. Обними его, слышишь? Он мешает нашей любви. Блядь. А ещё нашей любви мешает её палка с шипами. Всякость с неё она дропается, я думаю. Пиздец, блядь, рахит ебаный. Ну чё ж ты, блядь, кувырок-то не делаешь, ублюдок. Сука, ну ёбок, блядь, конченый. Может, это после Бладборна непривычно, где при нажатии на кнопки кувырок происходят какие-то рывки, прыжки, хуй поймёшь чего. Здесь главный герой, блядь, более скованный. Это не доспехи, нет. В доспехах у меня всё ещё кувырок нормальный. Он просто даже не попытался, блядь, его сделать. Видимо, нас памят. Такое лицо у него охуевшее, посмотрите. И он, главное, ну я уже на стриме говорил, что некоторые трупы остаются, но вот на этот растаял. Так, а там ещё лут есть, смотрите-ка, на крыше. Надо понять только, как на эту крышу попасть. Где-то это, походу, здесь. Сука, кто озвучивал этих уродов, блядь? Они такие, такие звуки издают. А здесь что было? Здесь что-то было уже, да? Ну, в принципе, понятно, что там, скорее всего, опять лежит осколок титанита или какое-нибудь такое говно. Вряд ли осколки фляги с эстусом валяются здесь на каждом шагу. Нихуя себе. Куртка рабочего. У меня уже полный комплект рабочего есть. Ржавая монета. Ну это пиздец. Это вот когда остаётся этой жирной бабе один удар, юзаешь ржавую монету и надеешься, что с неё выпадет её... её дрын. Дрынчик. Ну, конечно, вряд ли, я думаю, даже тогда. А она урон от падения чё не получила? Там кто-то с луком пытается кого-то рядом выпилить. Да, ну на открытом пространстве шансов дойти пиздюлей побольше. Да, да, вот это, вот она, удача. Вот она, блядь, вот так она выглядит. Охуенно. Сейчас, наверное, такие требования у этой шиповной. Но ясное дело, что её не взять. 21 сила. Да, 21 сила, при этом у неё кровавый урон. Шипастая булава. Любимое оружие проповедников храма глубин, посланных в эти самые глубины далеко и надолго. Длинные острые шипы причиняют ужасную боль. Боли вызывают кровотечея. Навык резкий удар с разворота. Нанесите врагам широкий удар с разворота. Используйте импульс для силовой... Для сильной крушащей атаки. Навык быстрый шаг. Видите, у каждого оружия приписан навык. Навык попадания. Жалящий удар вокруг щита. Навык стойка, навык стойка. Дробитель щитов. Навык боевой клич. Навыки пока что привязаны к оружиям, но в будущем, я думаю, навыки будут привязаны всё-таки к перкам персонажа. Но я уже говорил, что... Мне кажется, Dark Souls пойдёт по этому пути, потому что клепать такой каменный геймплей и дальше, при полном отсутствии какого-то интересного повествования в плане сюжета, немножко было бы странно. Так, опять это говно. Ну, драться с ним ещё раз. Интересно, а с него дверь падает или пила, бля? Даже не знаю, о чём мне хочется больше с него увидеть. Видите, сколько стрел тут везде? Это стрелы, сука, Гоха, блядь, который... Ну, он сюда вообще-то не стреляет, он стреляет там чуть-чуть подальше. А, нет, он... Он стреляет здесь вообще по всему, что движется, слепошарый ублюдок. Вначале, кстати, забыл сказать, там, где сидят вот эти доспехи в красных плащах, они очень похожи на рыцаря Дранглика. Пидарас, блядь, сука. Я вот не знаю, стоит ли пытаться прорашить здесь. Или, может быть, стоило сначала поискать обходной путь, чтобы Гоха ликвидировать. Стрел, блядь, голландский. Ебать их тут. А чё, он только по мне стреляет, козёл? Вот ублюдок, а. Тополя так и падают. Я даже с кувырка, блядь, влетел с подстрачником. Пацаны, дайте переждать, ебал я в рот. Ну, один удар ты можешь, блядь, попасть. Не по стенке, блядь, а по врагу. Всё, блядь, я буду тут жить. Так, на улице очень много лута, но если начать его собирать, я так понимаю, Гох очень быстро. Я буду звать его Гох, пока мы, блин, не уверены, что это не он. Я думаю, он очень быстро накажет собирателя. Большая коса. Ничего себе оружие тут валится. Большая коса, это... Это целых 105 урона, блядь, и требования в 14 ловкости. Да ну нахер. По-моему, все знают, что в дарке рулят двуручные дубины на силу. А сюда он уже не стреляет, смотри-ка. А там ещё можно запрыгнуть. И залутать того, кого он стрелой прибил. Но я так понимаю, что он сейчас будет боссом здесь, нет? Если босс, то это значит, это не Гох. Нет, боссом здесь будет вот то говно, которое... Дерево, блядь, дерево. Вон оно. Видно, что это арена. Арена. Арена, арена. А это что такое? Ну, это тоже крутое место. Интересно, где здесь костёр. Я вижу, там что-то горит, но это не костёр. Это кто-то сидит раком. А вот там впереди деревушка какая-то. Сюда Гох не стреляет. Тут его стрел нету, как я понимаю. Да, бэкстап, сука, жирная. Чё это такое? Она на меня завалилась? Да хорош, вы чё, охуели? Блядь, ещё и собака. Пидорасы, да заебали эти нахуй толпы. Ну, посмотрите, сколько их здесь. Шесть, блядь. Пиздец. Причём, блядь, все они, сука, в засаде сидят. Охуенно просто. Просто лучшие, блядь. Пиздуйте, четыре тысячи, я не пойду их забирать. Слишком, блядь, далеко пиздавать туда, блядь, без костра, нахуй, чтобы опять... Чтобы опять меня там убили, нахуй, за два удара. Пошёл нахуй. А это кто это запрыгнуть, блядь? Пошёл нахуй, я тебе говорю, дебил. Блядь, ублюдок, а. Им чё, похуй, что в них, блядь, стреляют тут им до пизды, да? Я правильно понимаю, что вообще похую? Да он стреляет-то и не в них, блядь. В меня и ваши, да, ведь. Я так понимаю, они лут охраняют всей толпой, блядь. Вместе с этим лучником сам. На, нахуй, ёбак. Ёбаные крестьяне, как вы заебали, пидорасы, блядь, а. Я верю в лут. Да, да. А ещё я верю, конечно, в то, что, блядь, у бревна, которая втыкается в землю, просто... Охуенный сплэш, который заставляет тебя лететь, блядь. Просто ебануться. У него, наверное, стрелы, блядь, какие-нибудь, нахуй, сука, с урановым, блядь, наконечником, который взрывается, блядь, при попадании, да? Просто очень-очень охуенно правдоподобно, блядь, всё. Как обычно, великолепно сделано. Мне всё нравится, разработчик молодец, блядь. Такую хуйню, блядь, никто больше не придумал. Пошёл нахуй, пидорас. Тоже нахуй, блядь. Пойду босса отпичу. Так, ну что? Блядь, здоровая хуйня. Улей, улей с ногами, походу, да? Я охуею, если это не босс, а просто толпа бомжей. Вот этот с глазами, блядь. Проклятое великое дерево. Босс, босс. Босс, ребята, здоровенный босс! Босс! Вон у него висят, видите, хуйня какие-то на нём, блядь. Пошёл нахуй. Перед тем, как... Пизда, да, блядь, вот они зачем-то висят. Перед тем, как приступить к битве с самим боссом, надо, блядь, пиздец, нахуй, заебись вообще. Какие-то пидорасы ходят, мешаются. Босс ваншотит ебаши через всю карту, блядь. Узнаю руку мастера, охуенно. Я вот вообще не понимаю, нахуй там ходят эти пидоры, блядь. Нахуй они там нужны. Пиздец, блядь. Начало игры. Каждый пидорас этот, ёбаный, в Саирване не убивается, блядь, с 25 ударов, блядь. Их там 10 человек, блядь, сидит. Нахуй пиздец, блядь, вообще. Я охуеваю. Пошёл нахуй, блядь, гандом. Да дайте пройти, нахуй, уёбки, блядь, а? Сука, вот они специально, блядь, навстречу из дверей выходят, чтобы ты не мог туда рашнуть, блядь. Чтобы ты ебался тут каждый раз, блядь, с ними. Под выстрелами этого уёбка, блядь, ещё одного. Ну видите, да, что бой с боссом не начинается сразу, блядь. Ты должен побегать, попиздить людей здесь. Супер, блядь. Просто охуенно. А, он яйца, смотрите. А, он только по яйцам уязвим. Нормально. По яичкам, блядь, которых у него благо дохуя висит. То есть даже, даже по корням бесполезно. Только по яйцам. Он сам на них присел, блядь, а не брызгали. У меня прикалывает то, что я просто нихуя не вижу, что этот босс сейчас будет делать. А, вот яйца на лапине. Естественно, и тут же на меня этой лапой наступили, блядь. Откуда эти говноеды, блядь, идут постоянно, блядь? Пиздец просто. Где еще у него яйца? Я больше не вижу. Да вы, блядь, че нахуй издеваетесь, что ли? Я не сдох. Почему? Вот еще яйца. Как их доставать моим маленьким пидорским топориком, я вообще не понимаю. А, блядь, пограб... А, у него рука выросла, пиздец. Из яиц, конечно же. Да. Босс зачетнейший. Просто в шоке, блядь. А, у него рука выросла. Попробую взять топор побольше, чтобы до яиц доставать до дорог. Блядь, вообще, конечно, драться с боссом, которого, блядь, даже не видно, что этот босс пытается делать, какой прием он пытается проводить. Это вообще не видно, потому что ты находишься под ним, блядь. И приходится, видимо, наугад чисто кувырки делать всякие. Это немножко бред, конечно. Блядь. Да ты что, блядь. Да ты что, блядь. Как-то охуеним. Может, оружием поменяемся? Походу, блядь, грабли лучше. Что, блядь, люцерн хуямер этот, блядь. Как достал, я в шоке, вообще. Что, блядь, последний остался? Что, блядь, последний? Потом еще, конечно, прибегут. Ну, че тут, блядь, на дороге стоит-то? Кто эти, блядь, люди, которых тут нахоронили, блядь? Уже полторашка душ. Есть, че терять, блядь. Обида. Досада. А попробую-ка я в него, блядь, гранаты зажигательные бросить. Ему прям яйца чугую терять. Это дерево, оно явно должно бояться, блядь. Огня. Нет, ну ему похуй вообще. Классно, прикиньте, удар такой приземлится на свои же яйца. Блядь, он нахуй еще лазит, что-то начинает на пиздец. Дым, походу, мне тоже, да, урон наносит? Я так понимаю. Блядь, ты откуда взялся-то, еб-ка, нельзя. А, понятно. Сверху. Партизаны, блядь, хуй его. Разработчик посчитал, что без бомжей будет слишком скучно драться с этим боссом. Поэтому его прикрывает рота бомжей, блядь. Обосанных, обосранных, блядь. Дави их нахуй сам. Я, блядь, почувствовал просто, что сейчас пиздак прилетит. Пиздец. Все разрывное, все, блядь. Брызгает во все стороны, разлетается. Еще пачка пидорасов, понятно. Кинулась на защиту этого дерева, которое само же их ебашит. Я вижу, что вон на руке есть яйца, блядь. Просто не могу, блядь, подобраться к ней. Ну, бомжи разлетаются. Ну, ебать, они просто бесконечные здесь. Дерево они заебали точно так же, как и меня, похоже, да? Оно пытается от них избавляться. Ебанулся, блядь. Пиздец. Я такого вообще еще не видел нигде. Ни в Гладике, ни в Хуятике. Просто вообще не понимаю, как с ним драться, блядь. Может, надо, чтобы слепой сюда из него пострелять начал, а? Я не верю, что, блядь, этот босс убивается каким-то вот таким тупым противостоянием. Это невозможно сделать. Мне некогда даже его бить, блядь. Я все время бью, нахуй, пидорасов, которые здесь бегают. Нет, хуйня полная. Не может такого быть. Это, блядь, нереально. Нереально сделать на пятнадцатом уровне и убить эту мразь. Не, если бы она одна была, да. Но ей еще, блядь, 300 спартанцев, походу, помогают каких-то безумных. Так, я так понимаю, что мне надо вообще... А, либо сюда, либо там... А что, если я через башню пройду? Там же башня еще какая-то куда-то ведет. Интересно, что там. Показали вроде, что я один костер пропустил, да, или что? Блядь, ну люцернт хаммер это вообще не оружие этого, блядь. Просто уебище какое-то. Как он им машет по 20 лет, это просто пиздец. Я не знаю, кто тот человек, который, блядь, скажет, буду-ка я затачивать эту пушку и, блядь, проходить игру с ней. Чем она может кому-то понравиться? Блядь, а где дорога-то вторая? Иди нахуй, еб ты заебал. Блядь, я, походу... Че-то перепутал, блядь, наверное, нет? Да. Мне не сюда надо было. Блядь, блядь, иди сюда, хуй поймешь. Сука, эту, блядь, локацию тоже понарисовали, понаёбали. Любой Dark Souls, блядь, во время первой прохождения... О, заебись, текстура. Во время первого прохождения похож на, блядь,ские лабиринты, блядь. Вообще нихуя непонятно, чё, куда тут, блядь, как его? А, вот он, я помню. Там ещё на дереве труп висит с лутом, но надо лук, чтобы его сбить. У меня лук есть, ловкости нет. Я же играю самым пиздатым классом. Может, если одеться... Одеться, как рабочий, они, блядь, не будут нападать, когда ты дерево будешь рубить. Ну да, а то они тупые, блядь. Охуенно, наверное, граблями через стенку тыкать, да? Вот я так буду делать, у меня будут рикошеты, оружие мое будет отлетать, мне кажется. Видите как? Видите, шлёпы, отлетело шлёпы. Но только не мобы, блядь, у мобов это другое дело. Надо через стенку ебануть, ебанут. Сука, дай меч, а. Да, конечно. Меч это первое, что исчезло после того, как он сдох. Иди ты, блядь. Круглый щит. Ну, блядь, говно ссаны, а. Да, мой щит всё равно лучше, чем эти два. А, я допёр где. Понятно, это с другого, с другого края туда же прийти просто. Они догадались раньше взорвать бочки подо мной. Блядь, пиздец, вообще Франкенштейн какой-то, блядь. Должен же ты устать когда-нибудь это делать, а. Удар из прыжка, конечно, в этой части вообще пиздец. Блядь, а он после третьего удара не должен, блядь? Отшатнуться-то было, а. Ой, блядь, да. Сука. Ну и хули идти туда. Без единой аптечки опять. Заебали вы, пидорасы. Сколько их там стоит с этими... С этими, блядь, гранатами. Да, блядь. Попробую сразу, наверное, вниз спрыгнуть, пизду. Ну там ещё кто-то плюётся чем-то. А, блядь, ну конечно. Конечно, гранаты, гранаты долетают повсюду. Ну это как бы намекает на то, что здесь нужен лук, блядь, чтобы издалека их стрелами зачитерить, блядь. В первом дарке, я помню, даже драконы некоторые, даже некоторые боссы, блядь, безответно убивались из лука. Здесь, видимо, лук стал уверенной частью геймплея. О! Вот это подгон. Не знал, что здесь костёр есть где-то. Может, отсюда ближе к дереву бегать? Угу. А. Отсюда за смертью ближе бегать. Ха-ха. Единственное преимущество. Ну что, суки, блядь, добросались? Перчатки рабочего. О, кстати, перчаток у меня, по-моему, не... А, есть. К сожалению, у меня фулл комплект. Их тряпьё уже даже нищему не нужно, потому что он падает. О. О. Ну ты тут прямо на краю. Хочешь, я клетку пну немножко? Добро пожаловать в мою обоуду. Я Корникс. Старый пиромант. Ну, давай ближе к делу, чё надо тебе, блядь. Я слышу, что он нестабильный, что он несёт. Хочешь узнать какие-то пиромантики с этим старым человеком? Ха. Многие умные. Участь, чтобы повторить, что это приятное. Ну, заебись, это я пиромантий научился, да? Ебал я твою клетку. Топорик. Вон ещё труп висит, который надо из лука сбить. Ну что ж, этот топорик получше. Да и подлиннее. Может, у топорика усиленная атака по деревьям? Это было бы в тему. Ну, потому что какая-то помощь в битве с боссом быть должна, а её нет. Да. Да тут целая деревня. Кто-то неудачно прыгнул вниз, походу. Впереди клад. Да, ну, когда говорят клад, имеют в виду, естественно, какое-нибудь дерьмо. Что ж он в этот раз за камни-то не зацепился, на которых висел? Узнаю это место. О-о-о. А, ну, по-любому здесь и надо идти, да? Мимо этой жирной бабы, блядь. Интересно, а что в пещере? Да пошли вы нахуй все заебали. А, да тут крыса была, нет? Нет. Над чем она там так смеётся весело? По-моему, я сюда на стриме приходил, нет? Сейчас тут большая крыса будет. Да, вон она. Был я тут, и тут всё заперто, насколько я помню. Только почему тогда здесь лут лежит? А, я, наверное, рыцарем сюда пришёл. Уголь. Нихуя ты охуел. Куда он? Да заебал ли вы чё, блядь, твари? А, и теперь они пилу вытаскивают. Ха-ха-ха. Ну, то есть им похуй, чем драться. Топорик-то, а? Как тебе топорик, сучка? Топорик можно смело затачивать, мне нравится. Какие у него там эти спецвозможности-то, блядь. Боевой клич. Ну, как у дубины, то есть. Спам. Ну, не самая плохая, мне кажется, херня. Плюс он быстро бьёт, плюс он дамажит хорошо. Блядь. Пока читал, сука, собака, я это и выбежал. А именно её, мне кажется, в виду-то имели. Красивый череп. Угу. Ну, и больше ничего тут нету, да? А, тут вход, блядь. Впереди друг и пятно крови. Нихуя у него. Как у Вильстада, по-моему, дубина. И одет он в сет дракона какой-то. Блядь, чувак, давай мы в оружие махнёмся. Я тебе топор, дрова будешь рубить у бабушки, блядь. Гропы спрячься в нём. За заброшенной церковью. Чувак, а ты дерево там видел, которое, блядь, ебашится, и его ещё, блядь, восемь человек охраняют? Иди нахер. Ссыкло. С этой стороны, естественно, не открыть, как и большинство здешних дверей. А заброшенная церковь, это вот она и есть. Он около неё как раз и сидит. И сыт, видимо, в неё войти. А дерево, наверное, кстати, это коллективный босс его, наверное, точно. Но там я что-то не видел, желающих помочь с его убийством. Реально, там ни одной меловой надписи нет. Чё выглядит? Выглядит знакомым? О боже! А, это друг же. Это этот. Ха, из первой части. Он тоже там мычал постоянно. Как еблан. Из Катарины, да-да-да. Там ещё сет был этот уёбский. Ну, только что что-то вверх уехало. Я же видел. Ну, а теперь, придурок. Ну ты еблан, пошёл нахуй, дебил тупоголовый. Он и там был тупым, блядь. Не знал, как ворота открыть. Я ебал, такой рыцарь. Сильный враг. Ну, это, блядь, он к лучнику приехал, короче. Впереди друг. Ну, значит, это всё-таки Гох. Сильный враг, наверное, написали, чтобы напал. Да, это он. Старый пидор. Кто ты? Я помогу в любом случае. Я помогу в любом случае. И всё, это всё, что можно с ним поговорить. Они чё, блядь, издеваются? Трансформируйтесь, слейтесь с окрестностями ровно один раз, да? Я тебе помогу. Я тебе помогу что, дерево застрелить? Или что, чем ты поможешь? Ебукентий. О, смотри, там этот коготь смерти ходит. Чё ж ты, блядь, в него не стреляешь? Я помогу. Я помогу. Ну, это Гох. Вон, в шлеме. Слепой Гох в своём шлеме. Не знаю, чё он тут делает. Как он слепой пришёл с той башни на эту. Либо это переродившийся Гох, как окажется по сюжету. Тут же мир возрождается. Вот, наверное, и Гох возродился. Блядь! Позарился я на секретное место, короче. И сделал знатный, знатный кувырок. Да. Я хочу на этот балкончик попасть, что там. Кто-то мычит опять. Опять этот... Мудофил, блядь. Он уже повыше поднялся, что ли? А, вот он сидит. Ммм... А, не взялся так, ты меня не повыше поднял. Ну, ну, спасибо тебе. Он смотри, там чё ходит. Я устроил загадку... непостижимого устройства разгадал загадку, блядь, вы там новые тупые, блядь, своим этом как там, откуда он там и а вниз мне как теперь? кроме как здесь да ну ладно, в общем-то, сейчас мне я, кстати, души свои не подобрал даже, сейчас меня отъебенит этот говноящер, да, в общем-то, серию можно будет заканчивать косточка возвращения да нахуй он нужен, да, это коготь смерти из фоллаута один в один блядь, он такой здоровый и страшный и это не босс даже, охуеть пилюля красных жуков а может Гох помогает здесь пройти мимо этого дракона, демона, кстати как раз таки я не понял, кто это сказал мудацкие клетки меня отберли что происходит дракон кому-то дает вставляет пизды, по-моему неплохо было бы, наверное, поучаствовать блядь, заебала сука, это клетка спама, блядь лихо я вклинился в эту борьбу ну что, ему не отберли, это дьявло, блядь просто дьявло это даже не коготь смерти охуеть держись, пупс пупс хоть и тупой, но и пиздится походу умеет нихуя у него мой последний удар лут тоже мой, пошел нахуй давай на подарочки огненный самоцвет что-то так-то с ума истрия-то это было довольно перспективное но ты не должен встать в твою голову мы, нестинкнутые, должны поставить свое обязательство но, на момент Сигбрау да ладно, можешь не продолжать я понял все твои пламенные речи большая дубина большая дубина это, если то, что я думаю то это очень хорошо это одна из лучших пушек своей ну да, 22 силы понятно не помню в чем моя фишка в первой части по-моему у нее скейл самый сильный что ли или дамаг у нее самый большой разгоняется хорошо дальше-то куда опять смотрите труп с лутом мне надо силу чтобы качать чтобы взять нормальное оружие мне надо ловкость чтобы лук взять и сбивать эти трупы с лутом блять где столько душ-то набрать я так понимаю что отсюда нет выхода да, на самом деле вон еще труп ну он вообще над бездной висит конечно его если сбить вон даже два здесь, блять да здесь походу тупик еще тут может если только по дому пройти можно куда-то костра я заметил здесь пожалели жестокое изменение это мимик что ли нет а дабы здесь были пятна крови ебануться клетки мнукся блять блять чем они бросаются что у них есть там я все время забываю про то что оружие можно тут блять заряжать по-моему какая-то вообще для этой игры функция не нужна для тех кто играл в прошлой части это очень непривычно я думаю пиздец две две бабы блять что они тут делают ой да ну нахуй пиздец с ними драться два часа еще а это чья избушка тут блять кто-то очень тут недружелюбный судя по количеству трупов туда походу и не зайти кольцо флина это первое кольцо которое я вообще нашел по-моему да снижение веса снаряжения в физатаку пиздец вот это колечко если оно и правда интересно сколько оно дает ну-ка у меня сколько вес 30 атака 126 вес 29 5 атака 126 вы че блять издеваетесь это кольцо вообще что-нибудь дает оно прибавляет блять вес снаряжения потому что кольцо имеет вес и абсолютно нихуя не дает атаку это это баг я помню что кольцо флина во второй части тоже не работало нихуя или в первой в какой-то из частей оно нихуя не работало ничего оно блять не снижало ничего оно не прибавляло и здесь судя по всему блять то же самое так че в этот дом не попасть да там явно кто-то блять злющий живет так ну что по крышам или мне кажется что надо сюда да блять на эти камни и пиздец и уже ничего тебя не спасет да понятно это тупик но у меня есть кость возвращения юху костер храма последний раз где выдыхали костер храма херный блять ладно понятно продолжать продолжать придется в следующей серии ебаться с этим деревом ну я думаю что все таки гох должен помогать его убивать так сколько мне для лука кстати не хватит ну кольцо это пиздец конечно просто просто дерьмо 14 надо да у меня сколько а ну единичку то можно прокачать ну блять опять там ходить второй раз чтобы сбивать этот лут везде мне так вообще впадлу отлично на один левел всего-то и набрал быстро тут цена цена вопроса выросла хочу вам сказать жесть ну видите опять перебор давай залепи да силушка богатырская атаку на плюс один подняла ух блять вот это я понимаю опять пришла моя черная сирена орать под дверью наглым голосом так если я заточу этот топорик я получу плюс 20 нихуя себе как выгодно оказывается затачивать а теперь плюс 23 а вижу вижу но все равно много много прибавляет к топору вот теперь это более-менее серьезное оружие ладно этого топора враги отведают своими задницами в следующей серии пока что-нибудь жмите что-нибудь пишите кстати а торговка меч не продавала конечно блять продавала скимитар продавала кстати нихеровый видимо скимитар да смысл шила на мыло менять я думаю все эти донные оружия они одинаковые ладно что-нибудь жмите что-нибудь пишите все такое что-нибудь